Игра престолов Стишки под рукой Арии вновь вышли кривыми санкций Живи великолепно надзывы иглой Житья санкций Больше красиво, как и она сама Говорила септа Мордейн Такие изящные руки Сегодня септа сидела возле принцессы Мерцеллы На взгляд Арии стишки Мерцеллы тоже казались чуточку кривоватыми Но по воркованию септы Мордейн сказать этого было нельзя А руки Арии она напала руками кузнеца О чем вы говорите? Скажите же Мы говорим о принце Два сестра понравилась Джоффре Он сказал, что она прекрасна Он собирается женить с ней Тогда Санса станет королевой всей страны Бетта, не сочиняй сказки А что ты думаешь о принце Джоффре сестра? Он очень голланден, тебе не кажется? Джон говорит, он похож на девчонку Бедный Джон, он завидует, потому что он бастард Он наш брат И о чем же вы разговариваете, детки? Ария, ты почему не заработай? Покажи-ка мне свои стишки Ария, Ария, Ария Это совсем не дело Ария, вернись Ни шага больше Ты позоришь семью перед лицом принцессы С вашего позволения, Миледи И куда же ты направляешься? Коней ковать Это не честно Санса досталась все Санса умела жить, танцевать и петь Она писала стихи, со вкусом одевалась Хуже того, она была красива Санса была на два года старше Может, к тому времени, когда родилась Ария Все важные достоинства уже разобрали Они звали ее лошадкой и ржали Когда Ария проходила мимо Нимерия любит ее Даже если остальное нет Ария назвала щенка В честь воинственной королевы Гройна Санса, конечно же, назвала Свощенка Леди Септа Морта наверняка уже успела Сообщить ее матери Если Ария отправится к себе Ее сразу найдут Этого она не хотела Пойдем Мальчишки занимались во дворе Ей хотелось видеть, как Роб выложит головного принца В шелфе на лопатке В стене открытого перехода между арсеналом и великим чертогом Находилось окошко, из которого был виден и бействой Лучшее место для наблюдения Джон, ты почему не во дворе? По стартам не положено убить юных принцов Все синяки, которые они получат, должны быть нанесены руками сокольных сыновей Разве тебе не положено сейчас работать надшить ее маленькой сестрицей? Я хочу посмотреть, как они дерутся Тогда давай Довольно Славная схватка Леудонис, помоги им снять броню Принц Шофри, Роб, не желаете сразиться? Охотно Это же игра для детей, Сиро Родрик Вы и есть дети Я принц, и мне надоело рубить старков игрушечным мечом Что вы предлагаете? Настоящий старт Слишком опасно Я разрешаю вам взять турнирные мечи с затопленными краями Не забывайся, это твой принц А кто ты, таков, Сиро, чтобы указывать, брать или не брать ему острый меч? Я мастер над оружием в интерфейле Клиган Они получат сталь, когда будут к ней готовы Позвольте мне, я смогу его одолеть Тогда одолею его турнирным мечом Встретимся, когда подрастешь, Старк Но только не в глубокой старости Пошли, Томин, время их закончено Пусть детишки развлекаются Джоффри, тот еще мерзается Отвлечение закончено Лучше отправляйся к себе в комнату маленькой сестрицы Чем дольше прячешься, тем суровее наказание Тебе придется шить всю зиму А когда придет весна, твое дело обнаружит сколок Застывший между замершими пальцами Ненавижу житье На один день Бран вдруг почувствовал себя потерянным Пусть детишки целевым и сегодня попрощаться со всеми И он попытался это сделать Старые Ненны, повар Гейдж, Меккен Кузнец, Ходор Конев, Который не знал другого слова, кроме Ходора Бран повернулся и побежал прежде чем они могли увидеть слезы Он не знал нового дома, кроме Винтерфейла За сотню лет до рождения Апсалдар Молния Воспламенил башню и ее никогда не перестраивали Кроме Брана и Ворон никто не поднимался к зубчатой вершине Соружива Самый удобный путь вел, а вот Благороще через арсеналы Вязал корольную башню Таким образом попадешь на закрытую всеобщих зоро сторону Первую твердыню Самые старые части замка Лишь крысы да пауки жили там, но старым камнем было лезть удобно Мне это не нравится, десница следовала ждать тебе От последней горгули, если как следует подтянуться, можно было перелезть на разбитую башню Последнюю часть пути к гнезду Приходилось подниматься по чернежим камням И тут прилетели вороны Посмотрите, принес ли он зерна Эта часть мне не по душе И вообще нам еще не повезло Король вполне мог назначить одного из своих братьев или мизинцев Лучше иметь ворогов честных, чем чисто любил Мужчины и женщины, они говорили об отце Он захотел слушать больше Но он прислушивается к Старку И его жена-сестра, леди Д'Арен Просто чудо, что Лизы со своими мнениями здесь нет Пусть леди Арен хорохорится сколько хочет доказательств, у нее нет Или есть Ты думаешь, король потребует доказательств? Он все еще любит сестру Старка, эту маленькую мертвую девчонку Твои гряди бросят меня ради какой-нибудь новой Лилианы Этот разговор уже надоедает, мне сестрица Иди сюда и успокойся Королева Он видел нас, брат Видел? Держи мою руку, парень, а то у падеж Вот и все, ты ведь еще дитя не так лихта, серый лорд На что только не пойдешь ради любви Уцепиться было не за что Мощеный двор устремился ему навстречу Где-то вдали забыл волк И вороны кружили над разбитой башней, сжидая зерна Четыре дня воеволка нависла над замком траурным флагом Рассвет уже сочился сквозь высокие окна Мальчишка умирает, да никак не умрет Во всяком случае, он умирает тихо Я едва мог спать прошлой ночью Могу заткнуть пасть тварей, если это вас порадует Послать пса убить псов Интерфелл просто кишет волками Старки не хвалятся, если одного из них не станет Осмелись не согласиться племянник Старки умеют считать до шести В отличие от некоторых известных мне принцев Голос из ниоткуда, духи воздуха, в ней смотри Маленький вор Тиреон, прошу прощения, я не заметила вас У меня нет настроения терпеть твою наглость, Клиган Джоффри, ты давно должен был зайти к ворду Эдуарду и Валиде, чтобы выразить свои соболезнования Чем им помогут мои соболезнования, лечишка Старка, мне безразличен Я все скажу матери, рассказываю, но сперва ты сходишь к ворду Леди Старк, упадешь перед ними на колени и скажешь, насколько тебе жаль, и что ты не перестанно молишься за них Ты меня понял? Понял? Принц запомнит оскорбление, маленький ворду Если забудет, будь добрым псом, напомни ему И не подскажешь, где я могу отыскать своего брата Он изволит завтракать с королевой Хлеба и две маленькие рыбки темного пива Да, и бекона, да, с курочкой Роберт еще спит, король вообще не спал Он рядом с лордом Эдартом У нашего Роберта большое сердце Я не хочу, чтобы Брэндон умер А на стене дядя Вчера ночью проходил милую комнату Времень не было У лорда Эдарта был брат по имени Брэндон Он один из заложников, убитых в торги Несчастливое имя Не столь несчастливая, как тебе кажется, мейстер Надеется, что мальчик выживет Мерцелла радостно ахнула Пламен улыбнулся Но Тирион следил не за детьми Что именно говорит мейстер? Мейстер полагает, что если бы мальчику было суждено умереть Жизнь бы оставила уже его Абрам Поправится, дядя? Мальчишка, он сломал спины и ноги Жизнь им поддерживает медом и водой Если он очнется, то, наверное, сумеет есть настоящую пищу Но никогда больше не будет ходить Если он очнется, это возможно Правда известна лишь богам Мейстер лишь надеется Могу поклясться, что жизнь мальчика поддерживает только его волк Зверь день и ночь проводит под его окном Мейстер сказал, что однажды он закрыл окно, чтобы стало потише И Бран ослабел А когда он открыл его, сердце мальчика забел сильно Есть что-то противоестественное в этих животных? Я не допущу, чтобы звери ехали на юг вместе с нами Этого будет трудно добиться Сестра волки всю доследуют за девочками Значит, вы скоро уезжаете? Недостаточно скоро И что значит мы? А как насчет тебя? Только не говори, что ты собираешься остаться здесь Бенджон Старк возвращается в ночной дозор с бастартом Своего брата Я хочу поехать поглядеть на эту стену О которой мы так нашлышаны Надеюсь, ты не собрался обращаться в черные, милый брат Разве я выдержу цели бата? Да все шлюхи, да обдорно, да утеса кастерли разорятся Нет, я хочу только постоять на вершине стены и пустить струю с краями Детям незачем послушать подобную мерность По номер цело идемте Старк никогда не оставит интервью, пока его сын находится при смерти Роберт прикажет в любом случае в город Эдер Ничем не может помочь мальчику Он может прекратить его мучение Даже если мальчишка выживет, он будет коллегой И даже хуже уродом И я предпочитаю добрую чистую смерть Кстати, об уродах, позволь мне согласиться Я надеюсь, что мальчик очнется Я бы хотела услышать, что он расскажет Тирион, мой милый братец Иногда я гадаю на чьей-то стороне Джейми, мой милый братец Ты меня раньше Ты прекрасно знаешь, как я люблю свое семейство Я Даниэрис, прирожденная Принцесса Драковния Камья Твердела на себе Ее свадьба длилась долгие часы И она едва могла сдержать крик Она боялась до трагедцев, казавшись ее чудовищами и чуждыми Словно они были зверями в человеческом обличии Она боялась своего брата того, что он может натворить, если она подведет его Но более всего она боялась наступление ночи, когда брат отдаст ее к хаудрук Я открою ветер в комнату Когда солнце спустилось в горизонт, все барабаны первые крики вдруг остановились, наступило время свадебных подарков После подарков настанет время для первого места и свершения брака Это необычные служанки-милосестрецы Ири и Чиху научат тебя верховое здание и до тракийского языка А доверяя искусству людей, доверяя ему очень хорошо Благодарю Зерру Пусть окно принцессы, но это все, что может себе позволить предмескнание к истории И песни из семи королевств, написанные на общем языке Она знала, что и Левио может позволить себе расточительность Он заработал целое состояние Лошадьми и рыбами за посредничество ей на продажу Что это такое? Драконья яйца, привезенная из края теней Что за асшаем? С челитием претели их камень И все же до сих пор горят красотой Я буду хранить это сокровище Остальных подарков было в изобилии Кромные всадники Хауа друга поднесли ей оружие, которое по традициям она отдала Хауа Остальные дотракийцы подарили ей топли, драгоценные камни, серебряные кольца для волос, горшочки с притираниями Расрисованные жилеты, крошечные бутылочки из пурпурного стекла На мантию сшитой из шкурок тысячи мышей Наконец Хауа друга принес ей собственный дар Это была необыкновенная лошадь Было в ней нечто такое Отчего захватывало дыхание Шкура напоминала зимнее море, а гриба курила серебряным дымом Что мне делать? Берите по воде и езжайте, но недалеко Помолившись о том, чтобы не упасть и не опозорить себя, она легко Едва ли не застенчиво прикоснулась к лошади коленями Капыла взялась с места и впервые за последнее время Дэнни совсем забыла о страхе Быть может, вообще впервые в жизни Скажи Хау другу, что он подарил мне ветер Пора отправляйся с ним Порадуй его, милая сестрица Или клянусь ту вещь такого дракона, как он еще не видел Страх ему вернулся к ней Я от крови дракона Дракон никогда не боится Я от крови дракона Сказала она про себя В его руках она ощутила себя хрупкой, как стекло О конечности ослабели слома вода Она заплакала Нет, ты говоришь на общем языке? Нет, наверное он знает только это слово Но она была уверена, что ему известно еще одно Почему-то она прибодрилась Нет, нет 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 Да Продолжение следует